Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в гостях у передачи 5 O'Clock композитор Эльдар Мансуров. Эльдар Мэм, господи, господи, господи. С вами. 5 O'Clock. С вами. Эльдар Мэм, ресторан, в котором проходит съемка сегодняшнего выпуска 5 O'Clock, называется «Параллель». По той простой причине, что он находится на улице, которую когда-то называлось 6-я параллельная. Вы, насколько я знаю, жили улицей ниже, на 5-й параллельной. Вообще, эта зона параллельная 6-я, 5-я, 4-я, 3-я и так далее, до Аздрамы. У него была какая-то своя аура, свои понятия, какие-то свои традиции. И когда разговариваешь с людьми старшего поколения, очень много и часто сетуют на то, что утеряны какие-то ценности вот этих кварталов Баку. Скажите, пожалуйста, какие ценности утеряны, на ваш взгляд, и являлись ли они ценностями? Я вам скажу, да, я согласен с тем, что это были ценности. Во-первых, это были духовными ценностями. Сегодня у нас чего, я вам честно скажу, это отсутствует. Духовные ценности, я даже, честно говоря, иногда, когда общаюсь с молодыми, я им часто как-то, в общем, стараюсь вот рассказывать такие же, я вижу, это неинтересно. Они как-то живут сегодняшним днем. Нас почему-то больше тяготеет, тянет немножко в прошлую сторону, потому что, я вам честно скажу, вот эта улица, шестая параллельная, вот чуть выше седьмая параллельная, там был кинотеатр 28 апреля, там ниже, там пятый параллельный, напротив школы, значит, этот самый наш дом был. То есть мое детство где-то проходило в этих местах. Ну, до этого мы жили в крепости, в Чарь-Чаре, потом переехали, вот здесь жили. То есть мое детство здесь проходило, потому что здесь какая-то другая аура была. Мы, как вам сказать, росли, были домашними ребятами, но мы, понимаешь, так как в этих местах, в домах не было такой возможности во дворе, допустим, двора как такового не было, нам приходилось фактически часто на улице, значит, играться. А в то время на улицах не было столько машин, очень мало было машин, очень много, значит, было свободного места, где мы играли в футбол, и прятки, и разные игры такие. То есть со многими очень молодыми в того времени, то есть с нашими мировестниками мы общались тогда. То есть у нас было живое общение. Сегодня, я смотрю, молодые общаются немножко по-иному от нас. Они общаются в ресторанах, они общаются в кинотеатрах, они общаются в каких-то вот таких вот элитарных местах и так далее. Я бы сказал, что где-то, я не говорю, что мы были, как бы, как в фильме «Генерал песчаных карьеров», то есть мы не были детьми улицы. Но улица тоже входила как бы в наш обиход. А вот этот обиход говорит, что мы вот в этих улицах очень много гуляли и общались, и они были нам поэтому очень родны, потому что мы каждый угол знали, каждый дом знали, кто где жив. Какой дом, допустим, после какого дома, значит, то есть мы все знали об этом, вот, об районе. И если смотреть так, вот наши вот параллельные, они находятся между Советской и Кубинкой. Вот такой вот промежутки. Конкурирующий квартал. Ну, как бы, конкурирующий, да. Ну, там у каждого были свои, как бы, законы, и это, и в лице. А мы фактически ходили и туда, и сюда. То есть для нас это было... Ходили в гости или подраться? Ну, и по-разному бывало, честно говоря. Ну, мы как-то особенно так не возделялись. Это те из себя немножко так... Те это Кубинка? Ну, Кубинка, Советский. Они как-то, в общем, как вам сказать, они вот как показывают, например, я написал, я скидал, я написал. Это были тогда. Ну, как вам сказать, у этого тоже есть какие-то свои, как вам сказать, для взятых. То есть свои какие-то приятные моменты. Это детство. А детство всегда... Человек, когда начинает взрослеть, он немножко становится в возрасте. Вот ему вот очень нравится вспоминать то, что было в детстве, то, что было в юности. В общем, много можно рассказать об этих вещах. Скажите, пожалуйста, вот когда говорят об утрате каких-то ценностей, что за этим стоит? За этим стоит лирическая ностальгия, сожаление об утраченной юности или реальная констатация факта? Нет, именно о ностальгии. Дело в том, что я, как вам сказать, не сожалею, а в том, что прошло вот это все. Я прожил эту жизнь. И хорошо я прожил, честно вам скажу. Ну, ностальгия того времени, тем хороша, что, понимаете, город был другой, люди были другие. Я, честно говоря, сторонник того, что вот я вот видел 60-е, я себя считаю 60-ником. Тут в 60-х годах, обычно из региона, когда приезжали в Баку, они вот это, брали вот этот дух того, вот этого города. И они вот потом со временем очень трудно было, даже, я вам скажу, невозможно было различить этих людей, которые пришли, вот от местных людей. А сейчас, получается, понимаете, уже фактически вот эта местная, вот эта самая аура, она исчезла. То есть бакинский диалект фактически исчез. То есть бакинское вот это отношение, то есть между людьми какие-то отношения, вот именно разные, вот такие вот вещи, они все исчезли. Я, например, не могу смотреть на наши белые дома сегодня. Все старые дома, которые начали самые, их, значит, очистить. Посмотрите, в Италии разве Колизей его почистили, или там много таких, Помпеи, там везде. Вот я вот часто вот смотрю, вот это все, я вижу, все это в черном виде, каком были здания, они сохранены. То есть это означает его именно старинность. Но в то же время в Вене известнейший Штефан Дом уже сколько лет закрыт, его тоже отмеливают. Вот, наверное, они посмотрели на нас и у нас переменяли, значит, сделали из черного города белый город. Говорят, что грязно, грязно, не был баку. Я помню, мы выходили со школы босиком. Как будто шел, мы снимали нашу обувь, снимали носочки, брюки, значит, чуть-чуть поднимали и выходили в город, мы ходили босиком. Я, я вас уверяю, город никогда не был грязным тогда. 60-е годы, 70-е годы начало. Вот это моя юность. Я вот ее помню. Я, честно говоря, много отдал бы за нее за то время, сейчас. как в песне, это про вас, или вы с этим согласны? это про меня. Я, честно говоря, вам скажу такое. Я хорошо прожил свое время. И все плохое, и все хорошее, это мое. И все композиторы, мы поговорили немножко о Баку, я хочу немножко и по вопросу, ближе, близкие вам по тематике задать. Все композиторы на каком-то этапе своей жизни немножко отходят от основной линии. Допустим, классики пишут эстрадные произведения, эстрадные композиторы пишут симфонии. Вас тоже не миновало это участь? Дело в том, что я начинал как музыкант, я, ну, это у нас в роду, все музыканты были, просто немножко маленький экскурс. Отец был народником, но не хотел, чтобы его дети были музыкантами. Ну, в общем, так получилось, что мать с нас стояла, нас три брата, и всех троих отдали на музыку. Я стал пианистом, в среднем брате стал теоретиком, в младче стал таристом. И, фактически, я потом поступил в музыкальное училище, и там, благодаря судьбе, как-то, в общем, с Артаем Киазимовым, на кем у него учился, а у него в Туре была такая самодеятельная группа, ансамбль, эксперимент. И он меня пригласил туда клавишником, я начал у него играть. И вот с тех пор, вот у меня, дуэту тоже я эстраду любил, но я там больше как-то, в общем, приобщился к рок-музыке и так далее. То есть, потом я поступил в консерваторию, у меня любовь другая осталась, то есть я, то есть это оставалось все, эта эстрада все, но я начал полюбить классику, я решил перед собой поставить задачу, что я буду композитором, я буду серьезным, классическим композитором. Фактически так и оказалось, я начал писать серьезную музыку. Когда я писал серьезную музыку, я не писал эстраду, ничего. Я вообще даже забыл всю эту, эту сторону своей творчества. Я очень извиняюсь, перебиваю вас. А почему бы эта музыка называется серьезная? Выходит, что эстрадная, не серьезная? Нет, эстрадная тоже серьезная. Сейчас просто приду к тому, что это зачем? Просто в то время так думали, в то время как-то нас учили, что это легкая музыка, это такая, такая, как-то в общем уже насаждали нас со всеми этими мыслями. И это в общем как-то уже сидело уже в ушах. У меня не находил выхода на использование, то есть исполнение этой музыки. То есть все время какие-то сложности были. И я так обратил внимание, только какие-то камерные сочинения только можно было на концерты выставлять или так далее. И в этот момент, я когда работал на Астиве, я вдруг, мне там были худсоветы. Я хоть вот пришел, показал свой квартет, чтобы мне приобрели и чтобы его исполняли. Чтобы люди увидели, что перед ними появляется новый, молодой, серьезный композитор, который имеет серьезную музыку, классическую. И когда мне там худрук сказал, что ты здесь сначала напиши песни, посмотрим, как ты пишешь песни, а потом буду заниматься своей серьезной музыкой. Честно говоря, меня немножко это задело. Как это так, я консерваторским образованием, то, другое, все, и вдруг мне говорят, что ты иди песни пиши. А что за критерии-то? Я целый год не писал, честно говоря, не ходил на эти. Центр я все занимался своей серьезной музыкой. А потом, вдруг я подумал, слушай, они хотят песни. Я им докажу, что я песни тоже буду писать. Я напишу песню. Я начал писать. К моему счастью, у меня с первой песни, начиная, у меня были великолепные исполнители, это были Флора Теремова, это был Ялчин Зазаде, это была Эльмира Радимова, это был Акиф Славзаде, Мирза Бабаев, вот того времени. А какая была первая песня? Первая песня у меня была, называлась Паджарабельцан, значит, ее пела одновременно и Флора Теремова, и Акиф Славзаде. Но первая исполнила Флора, конечно. И вот эта песня, она немножко сложная, немножко джазовая манера, и тогда я начал со сложного варианта песни. А потом я видел, что нет, слушайте, сложность сейчас никому не нужна. И зачем эта сложность была? В то время еще вот это все горячо было у всех, понимаете, то, что Вадим Мустафа Славзаде был великий джазовый музыкант. Джазовые расцены. Вот к джазу более было такое яркое отношение. Сегодня тоже к джазу есть какое-то отношение, но не в обиду, конечно, с сегодняшним музыкантом, я, честно говоря, я их даже не сравниваю с той эпохой, эпохой Вадима Мустафа Славзаде, потому что там другое отношение было. Там люди сами как бы себя готовы были отдать жертву или собою ради вот этого, ради музыки. То же самое мы себя жертвовали когда-то в бакинских фестивалях 68, 69, 70, 71 года «Золотые осени». Вот мы играли здесь Ди Пеппела и других, там, Дима Хендрикса и так далее. То есть было все это. Мы жертвовали собой ради этой музыки. Сегодня себя никто не жертвует ради музыки. Сегодня все занимаются этой музыкой только тем, что я могу стать известным благодаря этому и я могу добиться того, что я могу стать состоятельным человеком. Вот сегодня, я считаю, все только об этом и думают. Только о каких-то материальных нравах. Эльдерман, ваши песни любимы в народе, но ваша другая сторона, вот то, что вы называете серьезной музыкой, об этом знают не все. Почти не все. Почти не все, ну скажем так. Что милее сердцу композитора, быть всенародно любимым эстрадным композитором или быть узнаваемым и известным в узких кругах ценителей? Что ближе сердца? Я об этом думал, значит, у меня ближайший через год примерно будет 60 лет. Я вот думал, значит, про себя так, что я как буду справлять свое 60-летие, как композитор. Я думал, ладно, вот за эти 60 лет. Я, например, в свое время сделал 9 авторских концертов песенных, то есть песня, инструментальная музыка моя была. Больше, чем я, из композиторов, начиная с 96-го года по 95-й, по 2005-й год никто не делал столько концертов. Я подумал в свое 60-летие как-нибудь сделать, симфоническую музыку все-таки показать, которой я до сих пор в жизни не сделал такой концерт, потому что не было возможности. или же все-таки опять на песне держаться. В том плане, что понимаете, ответ такой. Меня народ как бы знает, как-то уважает, наверное, все-таки по песням. Это было бы неуважение к этому жанру, который фактически меня, неизвестного человека, сделал известным, то есть благодаря песням. И вдруг я сегодня, вы знаете, работаю с Аэрс Компайсом, вдруг я кого-то что-то, вы знаете, я не буду песни показывать, я покажу другую сторону Луны, то, что я пишу симфоническую. Возможно, даже, например, я говорю, это может быть и удачный концерт и так далее, все. Но меня-то таким не знают. А все-таки мне кажется, надо все-таки себя показать таким, каким ты есть. Народ вас знает и любит как автора известнейших песен. Да, вот зачем я должен отказываться от этого и показывать. Я думаю, если мне дают конечно возможность, я сделаю и такой концерт, и такой, то есть отдельный. Это сделать для узкого круга, то есть для специалистов, пускай там приходят, сидят, слушают, критикуют. Это у нас очень хорошо умеют. А для народа я считаю, что все-таки песня. Эльдерман, вы такой интересный момент затронули, пусть критикуют, то есть вы как бы хотите, чтобы в стране была здоровая, хорошая критика. И этот момент меня тоже интересует, но может быть немножко в более широком смысле. Согласно нашим традициям, мы не всегда можем критиковать то, что хотелось бы критиковать. Иногда нас связывают какие-то родственные узы, иногда связывают какие-то дружеские связи, иногда этот человек, которого ты хотел бы подвергнуть критике, когда-то оказал тебе услугу, или у вас общие друзья. Есть масса сопутствующих этих, и в результате получается, что мы видим сейчас или откровенные неискренние комплименты, или откровенно хамские оскорбления. Но здорового разбора полетов нет, в принципе, ни в одной отрасли жизни. Как вы считаете, вот эти наши традиции, и то, что не любят очень многие это слово ментальность, мешают развитию общества, тормозит развитие? Я вам сейчас скажу такую вещь, я учил сварить мирикова, и учил этот смайл, что как жива. Значит, я подрастил к арифмельку свои сочинения, значит, вначале, значит, он смотрел, значит, надо было анализировать это. И после прослушивания, после того, как он смотрел партитуру, он, значит, мне, значит, вопросы давал. Тебе в мировом масштабе или в местном масштабе дать ответ? Я говорю, давайте и то, и другое. Он говорит, в местном масштабе это хорошо, конечно, а в мировом это абсолютно нехорошо, то есть, это не то. Я к чему говорю насчет этой критики? Я вот часто бываю на концертах, я вижу, допустим, чей-то концерт и люди, как они лицемерят. Вот, допустим, все приходят, у меня, допустим, с кем-то хорошие отношения, но я прихожу, там, поздравляю, здорово было, но это все выше горла. То есть, это, как бы, как вам сказать, это уже, как бы, привычка, уже все так говорят. В свое время, я зачем начал с тобой, что Ариф Меликов, вот та поколение, Ариф Меликов, Каракараи, вот, и это Алиров, они всегда все говорили прямо в лицо. И выживались их очень урагом. Сегодня из этих людей мало кто осталось. Сегодня даже есть некоторые из старшего поколения композиторы и так далее, но они не столько логично критикуют, сколько просто, понимаешь, критикуют, это плохо. Я всегда говорю, ладно, вы говорите, это плохо, вот я согласен с вами, плохо, но докажите, чем он плохо. Что здесь не то? Если элементарно вы считаете это плохо, мне покажите пример, что хорошо, чтобы я элементарно мог сравнить. Любая вещь познается в сравнении. Если нету сравнений, просто плохо, это я считаю, это похолодок, вот так говорите. У нас в Азербайджане вот это очень много развито, то есть такое похолодок, вот если так смотреть. Дело в том, что люди перестали друг друга критиковать. Они где-то, опять-таки, эти отношения играют роль все-таки. Допустим, с кем вы, например, если вы обратили внимание, музыканты там, компания с компанистерами не дружат, поэт с поэтом не дружат, врач с врачом не дружит. Почему? Это только в Азербайджане или везде так? Потому что они не могут друг друга критиковать, не могут друг друга как бы успех как-то воспринимать то, что он выше меня и так далее. и все. Здесь, поэтому, вот у меня вот кругом, в основном, мои друзья, это все люди системщики, это врачи. Это совсем из другой области люди, даже не из культуры. То есть я стараюсь с людьми культурой почти не общаться. Потому что мне с теми людьми интереснее, вот, допустим, и с полицейскими, допустим, и с военными, и с врачами, совсем из каких-то других областей. Мне даже какое-то время, я, допустим, очень любил ходить в мастерские художники. Я в свое время говорил, что ты, Сатар Баглаза, потом этот, Савра, Расима Бабаева. Вот таких вот все мастерские, ну, других я был в мастерских. Я просто приходил, мне нравилось смотреть то, что они рисуют. Вот что это такое? Это я не просто рисую, это я смотрю, как работаю. Оказывается, что каждый работает какой-то образ, какая-то сцена из его жизни. Все это. Вот они потом как-то рассказывали, это не для, выставок, они-то просто о трудах, чай ставили они, вот сидели, разговаривали. Я говорю, а что, зачем вот там, так как будто разбитое стекло. Он говорит, я пошел в Министерство культуры, меня не принимал час, два, три, я тоже взял, захлопнул дверь и как бы ушел. А это означает вот стекло, вот окно, потом это серия рисунков было. Вот это я в России Бабаева вот видел так вот. Ассоциации, да? Разбитые надежды. У нас у всех что-то чем-то ассоциируется и мы где-то не решаемся, нам неудобно. Сегодня мы в таком возрасте, что мы все родители, у нас у всех есть дети. Допустим, дети, например, дружат. Как я могу, допустим, допустим, сына, друга, отца, как бы критиковать? То есть, это получается не критично. Вот мы все, по крайней мере, на словах, мы все хотим демократию, мы все хотим установления западных стандартов, хотим учитывать мнение большинства. Но я Евровидим просто как пример привожу, потому что очень много других, менее масштабных песенных конкурсов. Но то, что Бал правит мнение большинства в виде СМС, вы с этим согласны? Абсолютно нет. Во-первых, когда говорят искусство принадлежит народу, это неправильно, это ленинская такая была формулировка, то, что СМС, это вообще непонятно. Ну, у кого-то, допустим, очень большой олигарх, родственник, он может купить не то, что СМС, он может купить весь этот телеканал. А чем говорят это? Как можно вот это, допустим, допустить? Или, допустим, мне нравится вот это? Ну, смотрите, я опять-таки, я просто о мнении говорю. Это же не наше ноу-хау, это пришло к нам оттуда. Вы знаете, что помещается? Европейский вообще-то не соревнования музыкальные, это чисто политическая игра. Я сто раз это говорил, опять-таки, это даже, а сейчас уже, даже в прошлом году уже знали, кто будет победить, какая страна будет, не все равно, кто будет. Они страну выбирают. то есть, это было в Германии в этом году, в прошлом году было где-то в Норвегии, до этого было в Москве и так далее. Это как бы фестиваль, форум, проводится по всей Европе. Все страны обходят о них, завтра может быть в Евгении кто-то, не потому, что этот исполнитель сильнее, а потому, что это европейская политика такая. Вы что сейчас скажете, что этот, который рыбак играл песню, такая, ну, где она сейчас? Кто ее поет? Никто. Сколько песен есть, которые сегодня живут в 50-х годах, которые, с 56-го года начиная евро-виженские соревнования, какие там певцы пели, какие там песни пели. Эти песни до сих пор живут в Европе. Может, тогда в этом было меньше политики? Да. А сейчас игра политическая пошла. Одна из самых муссируемых и, откровенно говоря, одна из самых заезженных тем, это тема о том, кого можно считать композитором. Того, кто пишет музыку с дипломом или того, кто пишет музыку без диплома. Я не хочу сейчас уходить в эту тему, потому что, на самом деле, те разговоры набили оскумен, каждая своя точка зрения. Но факт остается фактом, что в современном мире, в современной технологии позволяют писать музыку не только тем, у кого есть диплом. Идет в мире колоссальный обмен информацией, колоссальный обмен музыкальными какими-то данными. И как можно в этом современном мире проследить, кто что у кого позаимствовал? И какие заимствования можно считать пиратством, а какие заимствования это естественный процесс развития музыки? Дело в том, что действительно музыка сейчас очень сложная стала. И вообще, если обратить внимание, сейчас в мире очень мало музыки пишется. Очень мало пишется. Вот просто возьмем эстраду. В эстрадной части в основном все вещи опять возвращаются к ретро. То есть старые вещи берут, новую обработку делают, новую аранжировку делают, какие-то ритмы находят, называют аэнги, там еще какие-то вещи. То есть это чисто технологическая сторона. То есть за счет аранжировок новые вещи выходят. А как таковой мелодии уже нет фактически. Я имею в виду эстрадной части. Классические музыки там вообще катастрофа. А зачем? Потому что, как вам сказать, музыки становится меньше и меньше. Профессиональных композиторов становится меньше и меньше. Потому что зачем становится? Потому что это становится профессия как бы не престижной сегодня. Эльдар, нам считается, что мировой шоу-бизнес это такая глыба, это такой монстр, монополизирующий всю шоу-индустрию мира, что туда пробиться или там отвоевать у него что-то практически невозможно. Тем не менее, вам удалось отвоевать свое право на боя-таларни. Это тяжело было? Во-первых, тяжело не то слово. Со дня написания этой песни в 89-м году, в конце 88-го написал, в 89-м я уже оркестровали и так далее, выпустили. В начале весны на первом майском концерте впервые бриллианты я спела. И вот у нее начался такой вот золотой путь у этой песни. Я никогда не думал о том, что эта песня вдруг станет допустим известна во всем мире. очень сложно была в том плане, что я более 20 лет старался свои авторские права защитить, потому что она настолько пошла, шагнула по всему миру. И попал я как-то в плохой момент. 90-й год был, 91-й, тогда Советский Совет фактически начало исчезать. у нас самостоятельно государство еще не сложилось. То есть мы в какой-то переходном периоде были, поэтому искусство вообще тогда затормозилось. Никаких организаций, ничего. Названия были, но они не работали, не функционировали. Никто не мог меня защитить и так далее, ничего-то посоветовать, как-то сделать. И в общем это длинная история. Просто вкратце вам это объясню. В том, что получилось так, что эта песня шагнула вперед. Нет, а вот в каком суде это рассматривали? В зарубежном суде? Это в Румынии. Мы не тоже в суде, мы вышли на адвокатов, мы их посадили на место, доказали. Дело в том, что это фактически был первый такой претендент фактически где авторское право азербайджанского композита, азербайджанская музыка фактически была доказана защитно зарубежным там. другом автору, что это не его музыкант. И вот после этого как бы шагнули сразу, после этого во всем мире признали. То есть надо всегда правильно сделать первый шаг. Хотя очень боялись, очень не знаю, фактически в тьму мы пошли. И вдруг в тьме действительно какой-то маленький, маленькая точка света появилась. и вот благодаря вот тому, что я допустим у меня группа была своя, то есть адвокат был, юрист очень хороший у меня, мой сын, который как бы заинтересованное лицо, то есть который знал допустим какие-то законы и так далее. То они мне очень помогли. А ответчик сразу согласился с вашей правотой или он Нет, он очень много отпирался и так далее. Все, когда уже там уже явно все это было, тогда фактически они остановились. И они пришли к тому, что да, лучше давать на мировую пазель, чем... И больше у вас никаких совместных проектов не будет? Нет, вот сейчас он даже намечается с ним не только с другими, например, там с греками есть у меня сейчас проекты, там с турками тоже есть там кое-какие-то там проекты. В общем, там с разными есть. Допустим, исполняли в моей Вежды, в Бразилии, например. Я смотрел в интернете на сайтах, они все время писали Дар Мансур, композер, Баяты, Туркменистан, что такое музыка. Сейчас еще нет, они поменяют Туркменистан на Азербайджан. То есть я здесь очень долго авторским правом обращался, что ничего не хочу, только давайте элементарно меня из туркменов сделать за азербайджанцем. А это очень сложно, но не трудно. Но невозможно, да? Нету невозможного ничего, человек сам решает все это делать. Тогда нам нет хода без добра, да? Вот эта история, она послужила неплохим пиаром. Это как-то вам помогает теперь, чтобы вырваться на мировой уровень песенный? Я вам сейчас скажу, просто у меня сейчас из-за того, что очень сложно вообще выбиваться, все это деньги, очень большие деньги, надо, выходить за рубеж и так далее, надо выходить на всякие шоу-бизнесные, какие-то продюсерские центры, там, допустим, надо иметь связь большую с разными компаниями, универсиумом, там, сони, там, с этими музыкальными делами, кто занимается, вот с ними. Там тоже своя монополия? Там своя мафия, там, как бы говоря, там свои люди элементарные, например, мои знакомые как-то в Голливуд мою музыку представили, чтобы они посмотрели, оценили все, и там эксперт один посмотрел, сказал, очень дал добротный анализ, там, реценцию дал о моем творчестве, но сказал, что мне трудно сейчас взять этого композитора и предложить в Голливуде, чтобы написал музыку. Пусть этот человек сначала этот самый в Европе как-то попытается, а потом мы его как-то постараемся оттуда как-то перетянуть сюда. Видно, что профессиональным музыкантам, профессиональным композиторам нас здесь своих достаточно. Действительно так и есть. Я когда в Турции был в свое время, я тоже там показывал музыку свою, Туркам тоже нравилось, но когда разговор шел о том, что для них написать или работать и так далее, у нас своих достаточно. То есть, как бы мы не выходили куда-то на чужие там, чтобы туда выйти дальше, надо все-таки другие какие-то еще моменты, чтобы мог-то выйти на мировую. Ведомин, куда подевались меценаты? Почему богатые люди так скупо выделяют деньги на развитие культуры? У нас нет меценатов. Эти богатые люди, которые у нас в Украине, они всего лишь богатые люди, но они не меценаты. Почему? Ведь хорошие же традиции были в Азербайджане. Ну, когда-то были. Традиции меценатства. Когда-то вот, например, мой прадед Мишель Мальчу Вей Мансуров впервые в Баку создал бакинские мугамные мечлисы. Бакинские у нас в Азербайджане считаются три школы мугамные, Карабахская, Шабахинская и Бакинская. Вот Бакинская вот создал и был меценатом мой прадед. Этот человек был состоятельный человек. У него месяцами, годами жили музыканты с разных с Ирана, с Тифилиса, с Карабаха и так далее. Они жили в моего прадеда в домах, у него там на даче и так далее. Жили, ели, пели, там, постоянно участвовали на этих музыкальных межлицах. И вот это сегодня везде пишется, что да, вот такие люди были. Сейчас нет этих людей. Нет у нас Баку, нет у нас возобладания меценатов. Кто вам говорит, не верьте. Я так, я верю в это. Как это неприскорно звучит, я и не верю, потому что я с вами согласен, что институт меценатства утратил свои традиции, которые были в Азербайджане, к сожалению. Если не считать театр Унс, который является частной площадкой, который привозит, кстати, очень на уровне исполнителей и авторов, мне очень нравится ходить в этот театр Унс. у нас в Азербайджане нет ни частных театров, ни частных сценических площадок. У нас нет культуры, допустим, выделения средств для того, чтобы обучались студенты за рубежом, на каких-то творческих специальностях. То есть это делает государство, но это должно делать не только государство, должны делать меценаты. такие люди должны этим заниматься, что действительно у них сердце, душа борит за родину. Эльдерн, наш разговор подходит к концу. Мне очень интересно, наверное, зрителям тоже было бы интересно узнать, какая самая любимая песня ваша, вот, лебединая песня. Я просто очень люблю ваше творчество, я знаю все ваши песни. Мне интересно, какая самая любимая? Порой я иногда, допустим, слушаю, это очень редко бывает, старые свои песни, то есть когда я начинал писать песни, это конец 70-х, начало 80-х годов, они мне более кажутся душевными, потому что в то время я ни о чем таком не думал, никакие проблемы, были проблемы, но не такие были проблемы. То есть музыка сама вот так лилась, поймать это шла, вот я даже не могу сказать, что я их сочинял, потому что они как бы готовить, вот так вот приходили, я просто как будто ловил я их и отдавал народу. Мне вот эти песни очень нравятся из своих, я не могу назвать конкретно какое-то название. Есть песни, которые с большой душевной болью, допустим, я их слушаю сегодня, допустим, песни о Баку. О том Баку, допустим, я вам сейчас скажу, конец 80-х было, начало, где-то середина 90-х годов было, то есть непонятный какой-то период был, но я писал тогда. Есть песни, которые немножко более поздние, где-то конец 90-х, начало 2000-х годов, но опять-таки все от настроения зависит, я не могу сказать, что сегодня мне, допустим, конкретно эта песня нравится, мне эта сейчас может понравиться, а через пять минут я послушаю другую свою песню, мне может она понравиться. То есть под настроением. Ну, я вам честно скажу, я не от своих песен больше как бы питаюсь и так далее. Просто приятно иногда, когда слушаю, мне нравится слушать чужую музыку, то есть хорошую чужую музыку, то есть это зарубежная музыка, и независимо от жанра, классика, эстрада, час, там, народный и так далее. Просто нравится слушать хорошую музыку. Но вы больше джаз есть, да, по-моему? Я нет, я больше рок-музыка интересовался. Ну, из старых групп вот тогда выступали в конце 60-х годов. Вот в Баку тогда была именно рок-мания такая. Интересно, а говорят наоборот, Баку тех лет был больше джазовым, чем рок-городом? Тогда и джаз тоже был. Например, в 70-м году в Зеленом театре проводился международный золотой осень фестиваль. Он был чуть не то ли 10, не то ли неделю, что такое. Там два дня был джазовый фестиваль, два тогда еще в джазовом фестивале. выступали в рок-фестивали, там еще народные были. Вот такие фестивали были. В Баку всегда был джазовый, то есть это неотъемлемая часть, как всегда была у нас классика, в то время были такие гиганты, Амиры, Карай, и так далее, все. У нас джази были в то время, ну, как вам сказать, в то время вадивы не так знали здесь, хотя он был очень ярким. Ну, рок-музыка. С того времени пришла рок-музыка. Я иногда сегодня читаю в газетах, в интернете, читаю какие-то конца 70-х годов какие-то рокеры себя называют отцами азербайджанского рока. Мальчики в середине 60-х годов были рокеры в Баку. Сегодня вот такие музыканты, элементарные, я вам сейчас скажу, наверное, знают их. Эскулап, не слышали вы, такой ансамбль был мединститута, замминистра здравоохранения Абас Вилибеков, был сам лучший бас-гитарист в Баку. Главврач урологической больницы Али Бабаев был учеником Раевка Бабаева, самым лучшим фактически был среди молодых джазовых пьянистов. Чандир Караев в то время играл, группа была своя. Очень много таких музыкантов было, которые были любителями, но эти любители знали, что такое нота, знали музыку, знали джаз. Люди, которые знают джаз, это все профессиональные. Илья Роман, спасибо большое, что приняли наше приглашение. Спасибо, что пришли на передачу. Было очень приятно с вами пообщаться. Я также, как и, наверное, любой азербайджанец, очень люблю ваше творчество, очень люблю ваши песни и очень хочу, чтобы вы продолжали нас радовать своим творчеством. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.